Так, всем привет, меня зовут Владимир Белов, я живу в деревне Окунево Муронцевского района Омской области. И несколько дней назад, точнее сказать неделю назад, к нам приезжала съемочная группа телекомпании НТВ. Снимали сюжет про нашу деревню, жили они здесь, проживали два с половиной дня. И сегодня вышла программа, программа новости, новости на НТВ. Сегодня это 21 декабря 2018 года, и в программе сегодня, там в конце программы есть небольшой шестиминутный сюжет про нашу деревню. В нем, кстати, в конце сюжета данного выступаю я, ваша, как говорится, слуга. Так что смотрите, оценивайте, тот, кто хочет, еще раз повторюсь, посмотреть, это на официальном сайте НТВ программы «Сегодня». Ссылочка будет в описании под роликом на данную программу. Оценивайте, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Ну все, с вами был я, Владимир Белов. Итак, поехали. Ну а сейчас новый эпизод специального проекта службы новостей телекомпании НТВ. В нем о той России, которую мало кто знает и почти никто не видел. В Омской глуши есть маленькая деревня, которую называют меккой российских исследователей непознанного. Деревня эта называется Окунево, возле нее Шайтан озеро. Возникающие там явления объяснению не поддаются. По крайней мере, так уверяют сами окуневцы. Михаил Чебаненко решил все увидеть своими глазами и отправился в далекую экспедицию. Александр Конышев – потомственный старовер. Но с тех пор, как переехал в Окунево, стал чтить не только древние традиции, но и верить во внеземные цивилизации. В минувший вечер, убежден Александр, окуневцев снова посетили инопланетные гости. В том, что явление, происходящее вокруг Окунево, не объяснит ни современная история, ни наука, убежден и шаман Виктор Шерстюков. Говорит, что благодаря шаманским обрядам и своему дару видеть прошлое и будущее, узнал немало ранее неизвестного и шокирующего. Омск – это была столица империи Тартария. И когда началась ядерная война 300 лет назад, ведь никто не знает, что было 300 лет назад. Самое древнее кладбище – это в Питере. Больше нету кладбищ древнее абсолютно. Куда делось все остальное? Со стороны – это обычная сибирская деревня. Вот только Окунево притягивает тем, чего не видно, но, по словам огромного количества людей, можно почувствовать. Некая мощная энергетика окружает небольшую деревеньку. С первых минут работы в Окунево наша техника то и дело давала сбои. То ли сибирский мороз, на улице было минус 27, то ли и вправду влияние каких-то сил. Но мы сдаваться не стали. На охотничьих лыжах отправились к самому загадочному озеру в округе, чтобы своими глазами его увидеть. Вот мы и добрались до таинственного озера. У него несколько названий. Одно из них – Шайтан озеро. Местные жители утверждают, что его вода способна залечивать раны. Кто-то говорит о вспышках над водой, а кто-то утверждает, что видел неопознанные летающие объекты. Озеро абсолютно круглое. Единственное, что мы не смогли оспорить. Такую же форму имеют еще четыре соседних водоема. Первыми тайну Шайтана раскрыли несколько лет назад круглые отличники в области эзотерики. Якобы пять озер возникли после падения огромного метеорита. Наш провожатый Александр в Окунево перебрался 15 лет назад. Теперь изучает так называемую альтернативную историю и тоже верит в ядерную войну 300-летней давности. Подружился с шаманом Виктором. Он поселился здесь пару месяцев назад. Та самая энергетика потянула в Сибирь именно на это место. Думал, что окуни это вообще, типа, как вот, приезжают туристы, бухают. Но оказалось, здесь нет границ для духовного развития. Владелец этого некогда полузаброшенного участка позволил здесь обживаться Виктору, его жене, потомственной ведунье, и 10-летнему сыну. Не только шаман, мастер на все руки. Двор тут же преобразился, обзавелись хозяйством. Делает все из того, что дает природу. Вот появился, например, мини-парк аттракционов. Старинных аттракционов. Есть качели, карусели, ну и, конечно же, деревянная горка. Класс! Дашка, Дашка. Хорошая, хорошая. Хозяин на улице, в доме шаман. Общается с духами, совершает различные ритуалы, обряды. Слава роду земному, за всем сородичам. Местные часто к нему приезжают, чтобы от болезней лечиться. Денег не берет и ни за что не платит. Люди все приносят. А боги помогают существовать. Научился делать обереги, тюры. Их энергетика помогает людям. Это возило. Есть много разных. Тайная шайтан озера притянула в Окунево и последователей индийского гуру Бабаджи. Одна из главных учениц Бабаджи нашла деревню Окунево и почувствовала, именно здесь таится нужная энергетика. Построили ашрам. В Москве он получил образование. Была хорошая работа. Когда узнал о деревне, на которую указал Бабаджи, собрал вещи и отправился в Окунево. Но магическим это место он не называет. Скорее, святое. То есть, по зову своего сердца, он почувствовал, что я должен помочь этому месту развиваться. А это место особенно не только своей специфической энергетикой. Сюда приезжают, например, чтобы излечиться от болезней. Здесь собираются еще и представители разных вероисповеданий. Это и староверы, и представители индуистских направлений, а также православные. А это поляна Перуна. Место, где проводят старинные обряды. Но не только этим оно популярно. Поляна абсолютно круглая. И на этот счет есть разные размышления, в том числе и абсолютно странные идеи. Говорят, что здесь точка для космических кораблей. Староверы убеждены, это вмешательство древних богов и самой природы. Она выделила место для обрядов. И только коренные жители Окунева не говорят о магии, аномальных явлениях и инопланетянах. Ах, как обычные деревенские, держат хозяйство, работают. Владимир – директор местного клуба и сельский депутат. В его дворе маленький колхоз. Два бычка и телочка маленькая. О слухах вокруг своей деревни отзывается с улыбкой на лице. Не верю, наверное. Я такой как бы скептик или как это сказать. Пока я не увижу это сам лично, вот это буду. Но людей приезжает много, приезжают разные колдуны, экстрасенсы, знахари. В Окунево и его окрестностях мы провели два дня. Этого мало. Убеждали нас наши провожатые. И мы уже было решили, что все сказанное – сказки для туристов. Но одно обстоятельство нас смутило. Наш звукооператор Александр Юдин на свой мобильный телефон сфотографировал местный пейзаж. И на кадре непонятно откуда появился вот такой салатовый кружок со светящимися точками внутри. Откуда он появился здесь, нам остается только догадываться. Михаил Чуманенко, Юлия Агафонова, Тигрантов, Масян, Александр Юдин и Николай Корольков. Телекомпания НТВ. Омская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова